Всем привет! И что ж, как и обещал, сегодня буду отвечать на ваши вопросики, которые вы там позадавали под не прошлым, а под прошлогодним, позапрошлым, позапрошлым видео. Ну как-то так, позапрошлое видео, в общем-то. Там, где я сидел на фоне мотоцикла. Кто не видел, если что вдруг, то посмотрите. Так вот, там вы понаоставляли вопросиков различных. И о мотоцикле тоже, кстати, спрашивали. Я прям думал, вот кто-нибудь, хоть кто-нибудь спросит. Там, по-моему, человека три спросило. Поэтому прям вообще молодцы, красавчики. Вот, значит, сегодня буду отвечать на вопросики. Я здесь их себе повыписывал, самые интересные. Вот, но один из них здесь, значит, пишет мне, расскажи, пожалуйста, какую марку алюминия используешь при изготовлении корпусов. Это, в принципе, вот в прошлом видео я ответил. А МГ-3М еще интересует гибко. Как правильно гнуть и как правильно рассчитать К-фактор. Это я, кстати, не рассказывал в прошлом видео, но, если не ошибаюсь, это я рассказывал или во втором уроке по Солиду, или... Нет, в третьем, во втором. Вроде во втором должен был об этом говорить. Посмотри, если же ты видел все видео уроки по Солиду и еще есть вопросы, тогда уже напиши здесь еще раз. И... Потому что я уже сам подзабыл, что я там рассказывал. Но вроде я там это должен был рассказать. Дальше. Интереснейший вопросик, значится, от человечка. Значит, пишет там, держись, туда-сюда. Кстати, многие очень писали там, держись, мы там с тобой. Ну, в общем, короче, поддержка какая-то вот есть, и я ее прям чувствую, эту поддержку. Вот. И, значит, человек спрашивает, мой вопрос был плана огорода. Да, там на заднем фоне был, можно было просмотреть, что там есть вроде какой-то огород. Планируешь ли весной, ну, то бишь, сейчас уже весна, начать огородную или... А, огородную и по хозяйству разводить какую-либо деятельность по хозяйству. Два раза по хозяйству. В общем, отвечаю насчет огорода. Записал прям видео там, на огороде. Возможно, ветер, конечно, будет мешать. Сегодня просто невероятный ветер, сильнейший. И я вот даже решил в доме записать это видео, а не на фоне мотоцикла, как хотел в самом начале. Здесь вот кусочек, это клубника посажена. А вот тут все, это малина. Малина, малина, малина. И все, в принципе, здесь больше земли нет. Вот, но и хата съемная, не моя, поэтому смысл что-то здесь, какие-то грядки разбивать, что-то высажать. Да и времени у меня не будет, если честно, на это. И желания, наверное. Короче, я не огородник. Следующий вопросик, значит, мне тут пишут. Планируешь ли вернуться к корпусам после войны? Если нет, то чем планируешь заниматься? Моцик красивый, декорация или ездит? Ну, о мотоцикле я чуть позже расскажу. А насчет планов, ну, я вроде уже не раз говорил. И, в принципе, вот и вчера видео. Ну, короче, доживем и увидим. Потому что сейчас ничего не понятно. Но хотелось бы, хотелось бы дальше работать в этой сфере. Не хотелось бы менять, знаете. Ну, просто, что смена деятельности, это не всегда просто. Не всегда легко. Это, как правило, какие-то сложности, проблемы и так далее. Поэтому не хотелось бы менять. Мне это все нравится, чем я занимался. Поэтому планирую, да, дальше. А там посмотрим. Следующий вопросик такой тоже довольно интересный. Главное глупости не совершай, держать рассудок холодным. Это, кстати, не очень просто, я вам так хочу сказать, в это время. Но, да, я стараюсь. Сколько стоит лицензия SolidWorks? Я знаю, что она стоит конь денег. Очень дорого. Как, в принципе, и все подобные программы профессиональные. Ну, даже если мы там возьмем тот же Photoshop или там еще какие-то программы. Они все очень дорого стоят. И подписка на них дорогая. Можно, да, по подписке пользоваться. А можно и купить лицензию вообще навечно, так скажем. Вот. Я нашел вот такую информацию. Но, как вы видите, цены очень большие. На этом вот скриншоте, в этом магазине, не знаю. Поэтому очень дорого. Я и раньше это знал, что дорого. Поэтому, наверное, если вы хотите просто поковыряться, поколупаться там ради удовольствия для себя, так скажем. То, наверное, нет смысла покупать или платить там даже трехмесячную подписку. Ну, наверное, есть другие способы. И вы знаете о них. Следующий вопросик такой. Расскажи о особенностях работы с алюминием. Гибко, пескоструй, анодирование. Ну, в принципе, что здесь вам могу рассказать особенности. Алюминий. Некоторые марки не гнутся. Как дюралей, например. Он сразу лопается. А большинство марок алюминия легко гнутся, поддаются гибке. По гибке, что касается. По пескострую. Но он бывает разный, во-первых, пескоструй. Бывает крупное зерно. Такое используется, когда какие-то металлические рамы может отмазать. Машины или какие-то такое. Прям металл толстенный. И там нужно взбить прям слой ржавчины, краски, всякой грязи. То там прям такой крупный пескоструй. Вот. А для алюминия используют, конечно, более мелкий песок. Более аккуратный пескоструй. У нас, к сожалению, по-моему, на производстве такого не было. Вот. Поэтому я особенно... Ну, у меня детали и без того тоненькие. Там полтора миллиметра алюминий. Два миллиметра. Но пескоструй, понятное дело, снимет какую-то часть толщины металлического листа. Это в любом случае. Но бывает разный пескоструй. Бывает более деликатный. Бывает более грубый. Поэтому это что касается пескоструя. Что касается анодирования, то у нас на производстве нет анодирования. Когда я спрашивал, почему, и может быть будет, то сказали, что это очень вредно. Вредное производство. И там нужно просто невероятное количество разрешений, чтобы это все легально делать. Производство наладить по анодированию. Поэтому наверняка и не будет никогда здесь анодирования. А так, конечно, можно найти там кто-то в гаражах как-то делает. Но там, знаете, так, не очень профессионально. Я когда-то отправлял на анодирование. И получалось так, что там придет где-то пятно какое-то. Ну, я там пытался делать, точнее, черным. Знаете, такое, что прям черненькое анодирование. И там получается где-то там пятна светятся. И так, короче, не очень качественно мне сделали. Вот. Что касается еще анодирования, можно рассказать. Вы должны понимать, что анодирование это очень тонкий слой. Он не такой прочный, как покраска. Его легко там повредить, поцарапать такую заготовку. И еще для анодирования нужно, чтобы алюминиевая заготовка была прям идеальная. То есть, ну, она не должна иметь какие-то царапины или еще чего-то. Даже самые мельчайшие дефекты царапинки будет видно под анодированием. Он не скроет. Это не краска. Если краска позволяет тебе покрасить и под слоем краски скрыть какие-то царапинки, то анодирование этого все не прощает. Просто все будет видно. Поэтому нужно идеально, чтобы была заготовка сделана, там, отполирована, может, или там как-то от пескоструйна, может, и тогда только ее можно анодировать. Вот. Это что касается анодирования. Так, следующий вопросик у меня от подписчика, который уже подписан. У меня 4 года. Ничего себе. Расскажи, во что ты играешь. Ты же геймерские машины собираешь вечно. Вечно прям собираю. Так, что точно играешь во что-то. Ну да, если я собираю геймерские машины, то точно во что-то играю. Хорошо, вот хорошо, что не спросил, во что играл, а играешь. Я в последнее время и не играл-то ни во что. Во-первых, не было времени. Во-вторых, наверное, постарел и как-то уже не хочется играть. Вот даже бывает такое. Но у меня сейчас нет моей личной видеокарты. Да, я там свою продал еще. Вот как только этот весь бум майнинга пошел, я продал ее. У меня было RTX Mini 2070. Но периодически у меня бывают, присылают, MSI присылают, другие производители, вендоры присылают видеокарты для каких-то сборок, еще что-то. Ну, а там вот, вы можете видеть, тоже MSI одна стоит. Но даже, вот помню, купил там Киберпанк. Да, там был у меня Киберпанк. Купленный, присылают MSI там 3080 Ti, по-моему. И она у меня там что-то около трех недель лежит. Ну, точнее, не лежит, а вот в компьютере, все, в собранном. И я даже такой, ну, типа, ладно, поиграю сегодня. А потом на следующий день поиграть или ютубчик посмотреть. И часто густо, вот, несмотря на то, что и видеокарта, и комп есть, можно играть. Я чаще всего такой, да нет, что-то не хочется, лучше там что-то посмотрю. Вот, там, сериальчик или ютубчик, или что-то такое. Поэтому, ну, вот, не знаю, наверное, старость. Раньше там бы, ух, поиграть во что-то. Поэтому сейчас, вот, какие-то игры есть купленные и даже не пройденные. Но, не знаю, как-то нет особо желания. Хотя, сейчас бы, может, и поиграл, но прям перед войной продал геймпад свой Xbox. И сейчас, как бы, нет геймпада. Вот, так что беда. А сейчас, вроде как, время есть. Но желания тоже как-то, так вот. Ну, не знаю. Вот. Во что играл, так это, ну, меня, меня интересовали там гонки всякие. Особенно такие, знаете, типа, как Need for Speed Shift. Shift 2 тоже. Потом Project Card. Colin McRae серия. Мне нравились игры, где, вот, что-то от аркады до симулятора. И ты можешь это все настраивать под себя и играть. Очень бы хотел, кстати, руль, чтобы у меня был. И попробовать поиграть на руле. Никогда не играл. Вот. Всегда это было либо на геймпаде, либо на куриатуре еще когда-то. Но это прям вообще было еще в молодости. Вот. На тех самых там Need for Speed Most Wanted Underground. Тогда мы на куриатуре в это все играли, да. Получали удовольствие, вот. А, да, хотел бы руль. Приценивался как-то даже, помню, года три назад. Но тоже там что-то около 10 тысяч гривен тогда еще они стоили. Сейчас, наверное, 15-20. Ну, такие нормальные. Я именно гуглил, чтобы что-то нормальное было, а не там какая-нибудь шляпа за 3 копейки, от которой ты удовольствия не получишь. Там какие-то трусмастер, по-моему, были такие рули. Ну, и сейчас еще есть, да. Вот это б я хотел. Но, конечно, очень дорого, поэтому... Да и сколько там я буду в него играть. Вот. Может быть, когда все это закончится, у кого-то попрошу здесь в Харькове, может, у кого-то есть, и поиграть хоть на время, посмотреть, как оно там. Но было бы интересно так вот. Поэтому больше такие вот игры. А так, ну, когда-то играли всякие онлайн-игры, всякие стратегии там, и что только не играли, короче. Я больше игры, знаете, покупаю даже там в Стиме в том же. Не там для того, чтобы поиграть, а просто, чтобы были там для тестов. Вот, когда там я какие-то сборочки делаю. Вот, даже больше для такого. Там есть какая-то коллекция. Так, еще вот, значит, спрашивает один человек. Кроме Ютуба отвлечься как-то выходит? С водой, едой проблемы сильные. Ну, как отвлечься? Ну, на что-то выходит отвлечься. Там, на готовку, допустим. Раньше у меня не было времени там готовить еду, а сейчас я там пойду супчик варю, что-нибудь там картошечку жарю. Ну, короче, так вот отвлекаешься тоже, кстати. Потому что как-то так что-то делаешь там. Или там просто сидишь, да, пойду уборку в доме делать. Или там пойду что-то в мотоцикле поковыряюсь. Хотя здесь у меня, как я уже сказал, да, нету тех запчастей, чтобы его прям собрать, а можно было. К сожалению. Но кое-что там есть по мелочам. Можно подкрутить. Вот. Так что на что-то отвлекаюсь, да. Что касается еды, воды, ну, пока не голодно. Ну, а если что, то в описании под этим видео есть реквизиты, есть описание того, как можно помочь материально, если вдруг у вас есть такое желание. Огромное спасибо всем, кто, кстати, помогает. Не только лайком и комментом. Вот. Все, кто там какую-то копеечку кидает, всех вижу. Всем огромное спасибо. Хотелось бы сразу сказать. Вот. Поэтому, если есть желание, то всегда пожалуйста. Я думаю, что деньги будут нужны даже, ну, они сейчас есть какой-то там запасик небольшой на еду, но они будут нужны и дальше, потому что, в принципе, в это время я сейчас никак не зарабатываю. Единственный мой заработок сейчас, это, не знаю, с YouTube. YouTube там выплатил в том месяце что-то типа 10 долларов. Ну, то есть, как бы вообще несерьезные деньги. Я даже не стал их выводить, потому что такое 10 долларов. Вот. Ну, и продажа этих самых еще. Фотографии. Вот у меня там есть, на сайте я выставил единственный лот. Это можно купить альбом с высоким разрешением, различные фотки, там, которые я фотографировал корпуса. И вот такой архивчик. Всего стоит 10 баксов. Ну, там 10, 11, что-то так, 300 гривен. Поэтому можете тоже так поддержать. Купите такой альбомчик. Некоторые купили такой архив. И тоже вам спасибо. Вот. Следующий вопросик здесь, значит, про мотоцикл. Да, давайте про мотоцикл. Хотя, конечно, люди спрашивают и хотят прям много чего-то. Я, наверное, даже, знаете, сделаю отдельно влог, в котором расскажу о мотоцикле. Не знаю, может он на полчаса будет. Я вообще раньше хотел, когда мы его только с батей построили, я хотел как-то снять видео, рассказать. Потому что там много чего мы делали. Мы практически весь его построили с рамы и корпуса двигателя был. Все остальное выкинули и построили. И я хотел бы сделать такое видео, но никогда не было времени. А теперь, в принципе, это время есть. Поэтому я сделаю такое видео. Но в этот раз давайте так уже вкратце что-то расскажу. Значит, что там спрашивали люди? Что это за мотоцикл? Это, да, там, кстати, кто-то угадал. Но это именно Днепр делали в советское время, в СССР делали на заводе КМЗ. Это Киевский мотоцикл. Он 1986 года. Но, опять-таки, там осталась только рама и корпус двигателя. Все остальное там заменено. Но есть о чем порассказывать, в общем-то. Как пришла идея его строить. Он стоит недорого. Там кто-то пишет, что ты там его спрячь, потому что там это самое. Могут там залезть, украсть или еще что-то. Ну, война, все. Я это все понимаю. Да, как вы видите, с улицы его не видно. Вот тот проход. Там калитка туда. Поэтому здесь нормально он так спрятан, можно сказать. Других вариантов нет. Куда я его спрячу? Это ж не какой-то там маленькая безделушка, которую можно взять и спрятать. Это же целый большой мотоцикл. Поэтому, ну, только так. Я его накрываю ТЭНом и стоит здесь. Так, ну и он не на ходу, ребята. Тут разобрана морда, электроника. Пульты сняты. Тросик газа, ручка газа, все снято. Глушители сняты. Аккумулятор. Поэтому его не так-то просто сейчас поставить на колеса, чтобы он поехал своим ходом. А тащить эту дуру, особенно здесь по частному сектору, где подъемы, грязь, камни. Это, я вам хочу сказать, то еще удовольствие. Да и не стоит он таких прям денег на самом деле. Это ж старый мотоцикл, поэтому тут тысяча баксов максимум. И то за эти деньги его нельзя продать. Это так. Это деньги, которые, ну, можно сказать, вложены в постройку. Не считая работы. А продать за эти деньги его все равно не получится. Поэтому то еще удовольствие такое красть. Да, но еще хотел бы сказать об отношении к материальным вещам. На самом деле, сейчас такое время, и оно так вот показало, что, в принципе, как-то привязываться к материальным вещам, это, ну, такое себе дело. У меня на самом деле и нет каких-то супер дорогих там вещей. Да, вот мотоцикл он там стоит не очень дорого. Ну, и так, по сути, у меня здесь что? Ну, только, может, монитор, компьютер, все. А тут, по большому счету, никаких вещей у меня материальных. Ну, как, короче, не нажил, так скажем. Да, вот, все вкладывал в это, в развитие, в дело, там, кредиты брал. А себе какие-то вещи там дорогие, такие прям очень дорогие, я и не покупал. Ни жилья у меня нет своего, ни, вот, собственно, там, ни машины, ни мотоцикла нормального. Ну, короче, как-то так. Ну, и вообще, как бы так, живу с мыслью, что, если что, это все пропадет вдруг резко, то ничего страшного. Поэтому, как-то так, ну, это сейчас лучшее, что может вообще быть в сознании. Потому что, если ты к этому сильно привязан, к материальным вещам, то это, конечно, ужасно. Если ты не привязан, то ты даже как-то более счастливым остаешься, даже несмотря на то, что вот происходит. Потому что человек, представьте себе, у которого есть материальные вещи, там, дорогие, и он прям без них себе жизнь не представляет. Ну, то жалко такого человека, на самом деле. Поэтому я к этому как-то более просто отношусь сейчас. Вот, у меня есть там собранный какой-то рюкзачок, на случай, если нужно бежать. Есть такая банана, сумка, в которой там документы, и еще там какие-то, может, деньги, телефон запасной. И вот все, это то, что я собрал, самое необходимое. Если вдруг бежать, то даже схвачу эту банану, главное, чтобы был паспорт, какие-то там деньги чуть-чуть, и там все, и побежал. Если получится рюкзак еще с собой захватить, ну, то хорошо, там ноутбук есть, еще какие-то вещи там сменные, еда, вода, ну, все, лекарства какие-то. Вот как-то так и живем сейчас. И, в принципе, когда вот ты настроился на то, что, если что, вот это возьму, и побежал. Все остальное, типа, ну, не важно, оно все там, как будто бы его уже нет, то ты более счастливо себе живешь. Поэтому, ну, как-то так, вы там пишите, что спрячь, там вдруг что, ну, вдруг что, да и вдруг что. Ну, кому он нужен, кто придет, скажет, я забираю, скажу, ну, кати его отсюда. Поэтому вот так, сам он ехать точно не сможет, кати его, тащи на горбу. Вот. Смотрим дальше, что мне тут пишут. Так, дальше мне тут человек один с Канады написал. Да. И вопрос, значит, в следующем. Так, где он? У меня вопрос, какая твоя любимая закуска? Ну, это я так вот, гугл-переводчик перевел, я сам не знаю особо английского. Я посылаю вам мою надежду из Канады. Пишет человек. Вот, я, вы знаете, даже тоже иногда так думаю, а вот какая моя самая любимая там еда, допустим. И, знаете, вот, ну, много чего люблю, наверное, много чего еще не ел. И даже не знаю, что самое такое любимое, чего так отметить прям. Люблю вроде и то, и это, и там, и рыбу, и мясо, и картошку какую-то там вкусно приготовленную. Разные блюда люблю. Борщ украинский люблю, окрошку люблю. И много-много чего люблю. Да, только что борщ прям вот с салом, со сметаной, с горчичкой, там, лучок, чеснок. Вот это вот, ну, да, вот такое люблю. Люблю, люблю там стейки, и неважно, это там будет стейк с говядиной, либо это будет рыба, там. Насчет стейков, конечно, особенная печаль. Да, у нас с Юлей был гриль, мы даже покупали. Юля любила готовить стейки. Эх, были времена. Сейчас этот гриль я отправил родителям, вот, потому что я вряд ли буду там. Хотя сейчас бы, может быть, и приготовил на нем что-то. Ну, кто же знал, как говорится, кто же знал. Так, и еще один такой вопросик у нас тут был. А почем сахар сейчас в Харькове? Вот какому-то человеку именно сахар интересует, почем. Я сегодня был в магазине, честно вам скажу. В Телеграме я уже публиковал видео, да, с ценами на сахар. Значит, цена на сахар, в принципе, понизилась. Был подороже, сейчас он пониже. И в целом продуктов в магазине стало как-то больше. И готовая еда уже есть прям много. И так вообще, я смотрю, уже и мясо появилось, и яйца появились, и хлеб. В общем, еды полно. И людей, кстати, очень мало было. Я вот был днем, то там в первые дни прям было столпотворение в этих супермаркетах. Сейчас еды как бы очень много. Вот. Поэтому еда есть, сахар, в принципе, подешевел. Хотя я... У меня так получилось, что запаса сахара, кстати, не было. И когда это все началось, у меня там сахара хватило буквально на три дня. Ну, особенно потому, что дома все время сидишь, чай пьешь. И сахар быстро кончился. Но я не расстроился. У меня оказалась в холодильнике баночка сгущенки. Был еще мед банка. Ну, да, там около, наверное, литра. Было меда. Наверное, пол-литра. Пол-литра меда точно было. Хотя я его обычно не люблю есть. Он еще там с каких-то времен стоит. Там уже год, наверное, или полгода. И тут как раз он пошел в ход. Почему бы нет? Берешь мед, и вот тебе замена сахара. Даже это лучше, чем сахар. Потому что сахар сейчас... Ну, это вообще такая химия. Это не что-то натуральное, если вы вдруг не знали. Это довольно вредная штука. Поэтому сахар, ну, такое. Ну, вот он есть, да. Я ответил даже так на ваш вопрос. Вот. Что касается сахара. Собственно, вот так. Такие вопросики вы мне позадавали. Огромное спасибо. Я благодаря этому сделал вот контент. Про мотоцикл расскажу чуть больше, чуть подробнее. Возможно, уже как-то какой-то отдельный выпуск прям сделаю. Почему бы, как говорится, и нет. Расскажу вам, как мы его строили. И всякие там вот эти вот моменты. Ну, какие-то. Какие вспомню. Потому что было это еще в том году. И поза том году. Да, мы уже два года его там ковыряем. Все. Всем огромное спасибо. И всем пока. Или до следующего видосика. Вот. Скоро будет еще. Субтитры сделал DimaTorzok